В Кушве расследует обстоятельство загадочной гибели двух человек. Супруги Баусовы были найдены мертвыми в закрытой изнутри квартире. Утром того же дня у них сгорел частный дом, в котором они жили, и все хозяйство. Как сообщил начальник прислужбы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о пожаре в частном доме по улице Павлика Морозова в поселке Баранчинском поступило в пожарную охрану в 4 часа утра, 9 декабря. В тушении огня приняли участие 4 экипажа пожарной службы. В 4 часа 48 минут огонь был потушен. Разбор сгоревших конструкций продолжался до половины 11 утра. Однако прибывшие в 6 утра на место происшествия полицейские не смогли опросить погорельцев, поскольку те покинули пепелище. По словам Горелых, во дворе дома и в сарае оперативниками были найдены погибшими домашние животные. Собака, 10 коз, 5 гусей и 5 куриц. Кроме дома и надворных построек, у Баусовых сгорел автомобиль «Деоматис». Предварительно причиной пожара, возникшего ранним утром, стало короткое замыкание электропроводки. По словам соседей, муж с женою, 49-летний Александр и 50-летняя Елена, до приезда пожарных пытались самостоятельно справиться с огнем или хотя бы спасти животных, но ни то, ни другое им не удалось. Чтобы точнее установить причины пожара, полицейские должны были опросить хозяев дома. Соседка сказала, что еще в 5 утра, как только огонь был потушен, стало понятно, что ни одно животное не спаслось, Баусовы отправились в квартиру матери Александра на улице Победы. Сама женщина умерла 4 месяца назад, ее сын даже не успел вступить в наследство. Там их и нашли. Когда в половине пятого вечера вскрыли дверь в эту квартиру, тела Елены и Александра находились в ванной комнате. Признаков того, что в отношении погибших были совершены какие-то противоправные действия со стороны третьих лиц, не было. Квартира была закрыта изнутри, ожоги рук женщины, вероятнее всего, были получены еще во время пожара. О возможной причине, доведшей ее родителей до отчаяния, газете «Комсомольская правда» рассказала их 26-летняя дочь Наталья. По словам женщины, еще 5 лет назад они жили в Серове, но в какой-то момент бабушке потребовалась помощь, и семья решилась на переезд в поселок Баранчинский. Александр при этом продолжал работать в городе, каждый день ездил на своем матизе, но уже в Нижнем Тагиле. Сначала на трубном заводе, а затем на фланцевом, в горячих цехах. Папа, по словам Натальи, жаловался, что в 50 лет работать в горячем цеху ему уже тяжело. И после смерти своей матери уволился и вместе с женой окунулся в домашнее хозяйство. Баусова завели животных, которых, по словам Натальи, ее мать обожала, особенно козочек. Сама дочь уехала от родителей Екатеринбург в 2019-м и последний раз навещала маму с папой год назад, так как сама стала молодой матерью. Наталья рассказала комсомолке, что у ее родителей были проблемы с банком по причине просроченного кредита. Переехав из Серово в Баранчу, те взяли деньги в банке, чтобы отремонтировать дом и пробурить скважину, но своевременно выплачивать долг не смогли. Александр признавался дочери, что их достают коллекторы и даже угрожают им убийством, но Наталья всерьез эту опасность не воспринимала. Выплатить банку оставалось всего 300 тысяч рублей, а через два месяца Александр должен был вступить в наследство своей матери. Ночью, когда произошел пожар, они написали мне, что очень любят меня, но я спала и вовремя не прочитала их сообщения, признается Наталья Баусова. Если бы я знала, что они в таком отчаянии, то позвонила бы и образумила бы их. Конец цитаты.